Ольга и Стефан, доброе утро. На самом деле очень приятно осознавать, что Ялта стала одним из городов Крыма по спорту в первых рядах. Это на самом деле очень приятно. А что же касается любимого спорта, то в Ялте очень любят бегать, как взрослые, так и дети. А вот более профессионально сегодня об этом виде спорта нам расскажет прекрасная гостья в нашей студии. Это заместитель председателя Федерации легкой атлетики в Ялте Наталья Белуха Вячеславовна. Наталья Вячеславовна, доброе утро. Доброе утро, очень приятно. Расскажите нам, пожалуйста, какое место легкая атлетика занимает в спортивной жизни города нашего? Я думаю, что одно из ведущих у нас место, потому что у нас существует школа Олимпийского резерва, учредителем которой является Министерство спорта Республики Крым. Ольга Александровна Турбарова большое внимание уделяет развитию спорта вообще в Республике и нашей школы в частности. Статус олимпийский получить не очень просто. Надо иметь мастеров спорта, мастеров спорта международного класса. Надо иметь призеров России, это обязательное условие. Надо иметь сборников Российской Федерации, как по взрослым спортсменам, так и по юношам. Статус дается всего на 4 года. И каждые 4 года мы его должны подтверждать. Он дается на олимпийский цикл. Сейчас у нас закончится статус после Олимпиады, и мы заново будем подавать документы за 4 года, что мы выступали. И мы, надеемся, подтвердим опять статус школы Олимпийского резерва в Ялте. Это единственная школа, которая находится в городах. Все остальные школы находятся в нашей столице, в Симферополе. И только в Ялте имеют свою школу Олимпийского резерва. Чем гордится Ялта? Расскажите немножко про тех спортсменов, которые, я же знаю, да, о том, что имеют мировые уже имена. Поделитесь с нами. Да, у нас есть ведущая спортсменка, это Вера Ребрик. Вчера у нее был день рождения. Сегодня она находится в Адлере на командном чемпионате России по метаниям. Сегодня она будет выступать. И надеемся, что она принесет нам медаль для нашей республики и для Ялты в частности. Плюс там будут еще выступать Тамара Кобец в метании копья, Андрей Дорошев в метании копья, Кирилл Фоменко, мастер спорта в метании копья. И, в общем, там довольно большое представительство спортсменов именно из нашей школы Олимпийского резерва. А вот что, если родители решили отдать ребенка в легкую атлетику и хотят его приобщить к такому замечательному виду спорта? Со скольки лет вообще можно отдавать ребенка и что для этого нужно? Существуют федеральные стандарты. Мы набираем нашу школу с 9 лет. Что для этого нужно? Для этого нужно огромное желание как ребенка, так и родителей. Плюс, чтобы ребенок был обязательно здоров, нужна справка о состоянии здоровья. Ну и вы приходите в школу, пишете заявления от родителей, чтобы они дают согласие на то, чтобы заниматься именно в нашей школе и нашим видом спорта. А сколько вот на данный момент, есть какая-то цифра, сколько деток сейчас обучаются вообще в группах? 304 человека у нас сейчас занимаются в школе Олимпийского резерва. Это достаточно большое количество. Но у нас, когда растут результаты, группы уменьшаются. Вы понимаете, что если учебно-тренировочная группа, то там уже меньше количества людей. Там до 8 человек в группах находится. В группе высшего спортивного мастерства достаточно одного человека. А как сейчас вообще, вот немножечко коротко, расскажите нам о развитии. Как сейчас развивается спорт и вообще, что планируется, возможно, соревнования какие-то? Спорт, сейчас стадион у нас, мы находимся на стадионе «Авангард», он на реконструкции. Нас любезно принял стадион детско-юношеского спортивного центра по физкультуре и спорту. Сейчас все группы беговые базируются на этом стадионе. Спасибо огромной администрации, которая пошла на встречу. И мы там тренируемся уже в достаточно хороших условиях. Соревнования нам сложно проводить, пока не будет стадиона. Когда он будет, при реконструкции, там можно будет проводить даже международные соревнования. То есть уже планируются соревнования. Спасибо вам большое за интервью. Конечно же, спорт и легкая атлетика, в частности, очень важная для каждого человека. Ольга и Стефан, я передаю вам слово, а всем телезрителям желаю хорошего и доброго утра и хорошего настроения.